Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня мы с вами слышали евангельский отрывок, в котором повествуется, как Господь с учениками переправлялся на другой берег Тивериадского моря, и вот Он задремал на корме, а в это время начался шторм. И волны перекатывались даже прямо через их лодку, через их корабль маленький. И ученикам стало страшно, и они стали тормошить Его, будить. «Господи, спаси нас, мы погибаем!» И того не подумали, что «а как же Он, несмотря на этот шторм и на эти волны продолжает спать, вот, как Он сам не боится!» Казалось бы, Его безмятежный сон должен был успокоить их, а они наоборот, испугались ещё больше, что вот буря, а Он спит, и так проспит всё. Проспит, как они погибнут все, все утонут, всё будет очень плохо. И поэтому Господь, когда открыл глаза Свои, то сказал им, что же вы так боязливы, маловерные. Вот надо брать пример с Него, что Он остаётся безмятежен и даже спит, а они от этого приходят только в ещё больший страх. И тогда Он встал и запретил и ветру, и бури, и волнам, и сделалась великая-великая тишина. И тогда ученики удивились и тоже так, можно сказать, немножко испугались ещё больше. Кто же тогда рядом с ними? Если вот эта буря, которая так их напугала, сама, можно сказать, испугалась Его, то есть они почувствовали, что какая же в нём сила и могущество. И, конечно, это ещё раз им показало, что как они, находясь рядом с Учителем, который уже несколько раз говорил им, что Он послан от Отца, вот, никак не могут понять Его могущество, а видят в нём, в общем, такого же человека, и зачастую именно так и подходит к нему со своими вот слабостями. Ну, что там вот просить или ещё что-то? Чего он может? Надо сказать, что иногда и мы с вами поступаем так же. Мы как-то иногда думаем, ну, что обращаться к Богу? И рассуждаем так. Ну, если вот я сам ничего не могу сделать, то неужели Бог сможет? Вместо того, чтобы рассуждать по-другому, вот то, что мне не по силам, то, конечно же, по силам Богу, который и старше, и мудрее, и могущественнее, чем я, и это уж совершенно точно. И, конечно, вот, когда ученики увидели вот эту Его власть над стихиями, то, конечно, они поняли, какая сила рядом с ними. И, находясь рядом с такой силой, они, конечно, могли бы спокойно спать и пребывать в безмятежии. В сегодняшнем апостольском зачале апостол Павел поднимает такую трудную тему. Он говорит о том, почему смерть и воскресение одного человека, Сына Человеческого, Иисуса Христа, почему оно несёт спасение всем. И он объясняет, что ведь когда-то через одного Адама пришла смерть всему роду человеческому. Некоторые понимают этот момент так, что вот Адам провинился, и за эту вину наказали всё человечество, а потом решили наказать одного Иисуса Христа, а человечеству простить. На самом деле, тут другой смысл. Апостол Павел говорит, что когда говорит, что в Адаме все согрешили, и что Адамом пришла смерть, он говорит о том, что Адам был, как бы мы теперь сказали, нулевой пациент. То есть, с ним пришло вот это повреждение человеческой природы. Это как эпидемия, которая поразила всё человечество. И он говорит, что вот один человек согрешил, и вот эта зараза распространилась на всё человечество. не то, что всё человечество несёт вину за Адама. Нет, просто природа человеческая повредилась, и мы несём не вину, а последствия его грехопадения на себе, обретая в этой ветхой, попранной грехом человеческой природе. И поэтому он и говорит, что достаточно одного человека, чтобы он поправился, исцелел, вот, восстановил попранную грехом человеческую природу в себе самом. То есть, он, ну, скажем так, переболел и приобрёл иммунитет, да? Он прошёл эти испытания и выдержал их. И поэтому он восстановил вот эту попранную грехом человеческую природу в себе самом. А мы уже в окрещении, облекаясь во Христа, принимая от Него вот эту обновлённую человеческую природу, приобретаем вот эту, ну, скажем так, прививку. Вот. То есть, мы получаем обновлённую природу, которая способна противостоять греху. Единственное, что нам остаётся наше, это наша свобода воли. Её Бог не заменяет. Потому что, если бы у нас была не наша воля, а воля, которая снаружи, как бы извне нам помещена в нас, то мы бы не были бы свободными. Мы были бы, ну, роботами, машинами. Вот. И вот поэтому для нас вся борьба сводится не к борьбе с нашей человеческой природой, а с нашей волей. То есть, нам нужно выбрать, выбрать Бога, выбрать правду. И тогда мы получаем силы для преодоления греха. Вот в течение церковной истории мы видим много таких случаев. Вот что, скажем, Мария Египетская, она обладала какой-то удивительной такой святостью, хотя мы помним, что во время молитвы она поднималась над землёй, она переходила Иордан по суху, она знала Библию, не читая её. Но на самом деле природа-то у неё была обычная, человеческая, и даже, может, некоторые сказали бы, ещё и более повреждённая, чем мы наблюдаем в себе самом. Но что самое главное было? У неё было желание. Желание преодолеть это. И Господь и Божья Матерь услышали её, и она достигла действительно таких высот святости. Вот какая человеческая природа дана нам, если мы обращаем свою волю ко Господу, ко благу, к исполнению заповедей Божьих. Вот что принёс нам Господь. Вот как Он очистил эту человеческую природу своими крестными страданиями на кресте. Аминь.